Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова я, Сергей Куликов, и это сайт Фокусы от Моряка. В этом видео речь пойдет об очередной карточной колоде. Но в этот раз эта колода будет более подходит для игроков, а именно для игроков в покер. Если до этого мы с вами рассматривали колоды для фокусов, то эта колода более такая игральная. Я вам говорю про колоду Bicycle Pro Poker Peak. Итак, вот именно о ней, об этой колоде и пойдет речь. Если вы игрок и ищете себе реально классные карты, то я советую вам этот обзор досмотреть до конца. Я думаю, вам он очень понравится. Ну что ж, давайте глядеть. Окей, друзья, что ж, давайте приступим к нашему обзору. Теперь я буду использовать красный карандаш вместо погрызанного, который был раньше. Итак, колода Bicycle Pro Poker Peak. То есть карты, сделанные в приоритете, они создавались, конечно же, для игры в покер. Но никто вам не мешает, конечно же, показывать с ними фокусы. Хотя для фокусов лично я бы, конечно, их использовать не стал. Окей, ладно. Что из нас представляет собой коробочка? Коробочка – это сочетание черного и красного цветов. Есть же такая коробка черного и синего цветов. Ну, как обычно, то есть есть красный вариант и есть синий вариант. Итак, значит, здесь мы видим классическую надпись Bicycle Trusted Science 1885. Я думаю, эту надпись уже все вышли наизусть, поэтому даже переводить не буду ее. Далее, Bicycle Pro Poker Peak. Значит, это как бы профессиональные карты для покера. Здесь вот обратите внимание, вместо привычной нам женщины, которая стоит на фоне пиковой масти, изображен такой ангелочек, который гонит на велосипеде. Вот. Возможно, угнал. Потому что едет, видимо, очень быстро. И здесь вот сбоку, у нас вот справа внизу, нарисованы, как изображены, как у нас изготовлены сами вот эти карты. То есть, здесь есть такая небольшая фишечка, которая есть именно у этих карт. Но я это вам покажу, когда открою колоду. Итак, здесь у нас надпись Bicycle Pro Poker Peak Face. Здесь сверху надпись Poker Size, Poker Peak Face. То есть, покерный размер и лица Poker Peak. То есть, это уже не классические, там, точнее, изображение классическое, но с увеличенным индексом. И здесь также Bicycle Pro... А, здесь вот Great Cards, Great Times. То есть, великие карты, великие времена. Ну, здесь адресок, куда можно подъехать, если что. Вот. И здесь вот такие вот надписи. То есть, какие-то надписи, если честно, не переводил, неинтересно как-то было. Окей, друзья. Вот так вот выглядит коробочка. Коробочка у нас такая, она... Ну, по материалам, та же самая коробка, как на Bicycle Standard'ах. Я думаю, через руки большинства картежников Bicycle Standard'ы прошли. И вы прекрасно помните, что это за коробочка такая. То есть, тот же самый материал, только изменена цветовая гамма и изменен дизайн. Ну, окей, давайте откроем коробчонку. Так вот. Ну, что хочу сказать. Как обычно, здесь лежат рекламные карты. То есть, то, что Bicycle есть в Facebook, Twitter и в YouTube. Здесь вот, не забыл ли ты правила. То есть, можешь зайти на bicyclecards.com rules и посмотреть правила игр всяких. Вот. И здесь также рекламная карта. Fokker Peak. Casino Paper. То есть, бумага. Материал казиношный. Pro Cottage. Tournament Back. Вообще, эти карты используются для мировых этих чемпионатов по покеру, которые начались в 2007 году. Либо их начали использовать в 2007 году. В общем, эти карты ходовые. То есть, есть еще карты B, WCOP. То есть, World Series of Poker. Также вот эти карты Bicycle теперь еще. Ну, как обычно, Джокеры. Джокеры у нас классика. То есть, тот же самый король, который едет на велосипеде. Один из них гарантийный. Один из них обычный. Такой вот. Такие вот у нас Джокеры. Пиковый Туз. Та же самая женщина, которая у нас всегда на пиковом Тузе изображена. Но, обратите внимание, все карты здесь, они выполнены так вот. Уменьшенные вот эти изображения. И здесь сделан индекс Джумба. То есть, увеличенный индекс. То есть, большие буквы. И что мне еще нравится. Здесь сделаны по бокам вот такие вот пиковые. Точнее, не то чтобы пиковые. На каждой карте, конечно же, свое. Такие вот еще дополнительные маленькие индексы. Это мне позволяет, не поднимая карту со стола, посмотреть, например, какая карта мне пришла. Заодно хочу сразу отметить рубашку. Рубашка здесь изменена. То есть, обратите внимание, здесь уже не классическая рубашка байсиклов стандартов. Здесь уже добавлены вот такие вот надписи. Bicycle. Bicycle. И здесь вот такой вот уже белый фон. Как мы помним на стандартах, там все такое раскрашенное. Все там какими-то узорами заделано. Здесь этого нет. Здесь рубашечка очень отличается. Ну, не то чтобы очень, но отличается заметно. Поэтому, когда я первый раз открыл, посмотрел рубашку, вот рубашка, она мне сразу приглянулась. То есть, это что-то уже такое новенькое, уже такое отличное от привычного нам, скажем так. Итак, такая вот у нас рубашка. Сами карты абсолютно все выполнены вот таким вот стилем, как я вам показывал. То есть, увеличенный индекс и маленькие индексы добавлены по углам. То есть, вот все карты вот так вот сделаны. Сами изображения карт, я имею в виду старшие карты, Виолет и Дамы и Короли, они классические. Такие же, как на байсиковых стандартах. То есть, все то же самое, только уменьшенное и добавлены большие индексы. Большие индексы и маленькие по углам. Вот такие вот карты. Особо много рассказывать про них нечего, потому что это не карты, например, Теория 11, над которыми там бились годами, да, там создавали по три года. Нет, не Иллюзионист. Просто обычные покерные карты, блин. Что касается качества карт. Качество байсикл, ну, как обычно, конечно, карты классные. То есть, тасуются они-то превосходно. То есть, по качеству материала, как бы, аналог байсиклов стандартов. Ну, вот эти картишки я теперь особо южать не буду. То есть, мы иногда собираемся погонять в покер. И я, конечно же, как матерый картежник, имею в запасе хорошую колоду именно для игры в покер. Так что, друзья мои, вот эти вот карты. Тасуются классно. Верятся тоже все то же самое. Ленты. Ну, в общем, все хорошо с ними. Да, и вот. Как вы помните, наверное, когда чемпионаты проходят по покеру, да, там игрокам сдают карты. И они их даже не поднимают с рук. То есть, почему? Как раз вот есть вот эти вот уголки. Я могу приподнять. И за счет вот этих вот одних лишь уголочков посмотреть, что это за карты. Сейчас я вот задираю высоко, потому что у меня камера так поставлена, чтобы вам видно было. Но мне особо не надо этого делать. Я могу вот так вот лишь приподнять. И мне уже, в принципе, видно, что у меня 9 червей, 9 пик. И на прикупе еще там, на префлопе еще 2 девятки мне придет. И все, я победил. Ну, что ж, друзья. Вот такой вот обзорчик у нас был. Это были карты Bicycle Pro Poker Peak. Кому интересны эти карты, я вам хочу сразу сказать, карты недорогие. Вообще, я считаю, что каждый уважающий себя игрок должен иметь в арсенале колоду вот именно для игры. Не для всяких там фокусов, а именно вот чисто поиграть. Как обычно, ссылку на покупку в проверенных магазинах этих карт я оставлю в описании к видео. Так что, если кого заинтересовали, можете смело покупать. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok